Шведский боксер супертяжелого веса Отто Вален пройдет бой против Ричарда Ларти из Ганы. Бой пройдет 26 июля в Атлантик-Сити США. Бывший обладатель титула WBC в легчайшем весе Хули Сезар Мартинос дисквалифицирован на 9 месяцев из-за положительного теста на запрещенные препараты. В начале июня стало известно, что допинг пробы мексиканского боксера, взятая после победы над Анхелио Кордовы, показал положительный результат. Комиссия штата Невада обнаружила наличие диоретика S5. Отстранение Мартиноса породится по меньшей мере до 29 декабря. Также боксер обязан поучаствовать в программе тестирования на допинг. Он должен сдавать чистые пробы в течение периода отстранения и воплотить шестерап в размере 11 тысяч долларов. Всем привет! Вы на канале Воин. Без лишних слов погнали! Команды Джерлонты Дэйса и Василия Ломаченко восстановили переговоры по бою. Об этом сообщил Бопарум. Как сообщает инсайдер Дэнер Фейль, компания BBC, представляющая интересы Джерлонты, также подтвердила информацию о переговорах между сторонами. Ранее Таефима Лопес сообщил, что бой Ломаченко-Джерлонты не состоится из-за того, что Дэйс договорился о реванше с Исааком Крузом. Джерлонты Дэйс был захватывающим. Ломаченко, кстати, чуть раньше тоже был захватывающим. У них есть разница в возрасте. Дэйвису 29 лет, а Ломаченко 36. Да, я бы хотел, чтобы мы говорили об этом поединке 4 года назад, но нельзя повернуть время спять. Кажется, что они двигаются к этому поединку. Я не сомневаюсь в этом. Не пытаюсь говорить деликатно. Я думаю, что Ломаченко опоздал на несколько лет. Этот бой был в моем списке желаний несколько лет назад. Я по-прежнему заинтересован в нем, но не так, как раньше. Карл Фройч обрушился с критикой на Энтони Джошуа. Дюбор дерется против парня. Джошуа, который на самом деле никого из известных бойцов не побеждал. Все, чем запомнится его карьера, это поражение Матенди Руиса и двумя проигрышами Александру Усику. С Усиком мне вообще показалось, что он дрался для того, чтобы сказать «Я выступил очень хорошо». После боя с Энгану Энтони заявил «Я одержал хорошую победу, но парень рухнул на настил после первого же удара правой рукой. Так что у Дюбуа есть шанс, если он выйдет и поверит в себя». Александр Усик отказался от пояса Айбе в супертяжелом весе. Украинец записал видео, на котором обратился к Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа и сообщил, что дарит им свой пояс. Теперь Джошуа и Дюбуа смогут провести поединок за титул Айбе Эф. Инсайдер объяснил, почему Александр Усик отказался от титула Айбе Эф. У него действительно не было выбора. В первоначальном контракте с Фьюри было предусмотрено, что победитель должен освободить титул. Это неправда. У нас не было такого пункта в договоре. Усик сделал это, потому что захотел. Рикки Хаттон прокомментировал слова Тайсона Фьюри о том, что он уверен в своей победе в поединке против Усика. Я думаю, что это бравада. Мне кажется, что бой был близким, но я считаю, что победил сильнейший. Я не знаю, подгорел ли немного у Тайсона, или он пытается повлиять на судей в реванше, когда говорит, что не думает, что мог получить победу в Саудовской Аравии. Я не знаю, почему это может быть правдой. Тайсон из Великобритании, Александр из Украины. Бой проходил в Саудовской Аравии. Я не вижу здесь преимущества в плане судейства. На мой взгляд, все примерно так. Примерно, наверное, решение справедливое. То есть были моменты, когда Тайсон Фьюри действительно смотрелся хорошо. Наверное, до середины и немного за середину боя. Он смотрелся хорошо. Но потом эти моменты закончились. И вот, который раунду он выиграл, это показали судейские записки. А нокдаун, который он получил, тоже отразился в судейских записках. И вот этот балл, который, так скажем, он проиграл в один раунд. И вот один раунд и сказался. Это этот нокдаун. По сути, все справедливо. Нужно понимать, что встретились два профессионала. И то, что у них был такой близкий бой. Ну, в принципе, ничего удивительного. Они же профессионалы своего дела. И нокдаун, ошибка, которую допустил Тайсон Фьюри, получив этот нокдаун, сказался на результате. Вопрос достаточно тяжелый для меня, что касается заката карьеры. Потому что люди, которые говорят о том, что пора начинать, или пора завязывать, или пора... Или кто-то находится в своей лучшей форме, ну, которая судя со стороны. Как мне кажется, это люди, которые не понимают, о чем говорят. Потому что боец в любой момент, что-то в нем может переключиться. Он может и перестать усердно тренироваться, если он какой-то потеряет свою мечту, цель, и перестать усердно тренироваться и относиться к тренировкам к халату. И в один момент, опять же, какой-то психологический фактор сыграет о нем. И он может и в 40 лет взять и тренироваться еще более усиленно, чем он занимался в 30 и в 20 лет. И войти еще в свою лучшую форму. Поэтому с таким настроем, как Тайсон Фьюри, как мне показалось, выходил на бой с Александром Лучиком, конечно, выходить не хотелось бы его так еще видеть. Поэтому, если при условии, что он так же безалаберно, так несерьезно будет относиться к твоим соперникам, то лучше, наверное, и не выходить. Это же все делается для фанатов. Нам бы, фанатам, лучше его таким не видеть. А если он решил взяться за себя, скинуть весь этот жир, который его бесконечно обнимает, когда и прийти в ту форму, в которой он был до, в которой он был при боях с Дентем Валдером, то это будет опять его восхождение. Успех в твоей жизни зависит не от того, как тебя оценивают другие. Он зависит от того, как оцениваешь себя ты сам. Если ты знаешь свою ценность, осознаешь свою уникальность и веришь в себя, ты обязательно станешь талантливым и незаменимым мастером. Успех сопутствует тем, кто любит то, что он делает, и верит в себя. Успех – это твой личный выбор. А на этом у меня все, друзья. Оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok